Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Новости Виктория Шаре В Самарской области продолжается рост заболевания коронавируса. За сутки в регионе зарегистрировали 142 новых случаев заражения. Течение болезни во многом зависит от того, какие меры были приняты в первые часы недомогания. Врачи рекомендуют сразу вызывать на дом участкового. До его прихода выпить теплого чаю и надеть маску. После осмотра врача оставаться дома, принимать все лекарства, которые назначил доктор, и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Исключить все контакты с окружающими и побольше лежать на животе. На второй день, если стало лучше, нужно продолжать лечение на дому. Пить лекарства, витамины и выполнять дыхательную гимнастику. Если состояние не изменилось, снова вызвать врача для коррекции лечения. А если стало хуже, вызвать скорую и быть готовым к госпитализации. Ситуацию с заболеваемостью обсудили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Оно прошло под председательством губернатора Дмитрия Азарова в режиме видеоконференции. Подробности в нашем сюжете. В Самарской области стали проводить больше тестов на коронавирус. 241 исследование на 100 тысяч населения в день. Проверили уже более 800 тысяч жителей. За прошедшую неделю на 3% уменьшилось число заболевших ОРВИ. А вот число вне больничных пневмоний увеличилось на 22% в сравнении с предыдущей неделей. Повышение показателей связывает в том числе с тем, что для диагностики применяется компьютерная томография. За прошедшую неделю в государственных медучреждениях провели 2045 исследований и 319 в частных медорганизациях. Координационный центр амбулаторной помощи больным пневмонией ОРВИ и COVID-19, который развернулся на базе 15-й поликлиники, только за первую неделю работы принял 4000 звонков, что позволило перераспределить нагрузку между медучреждениями и максимально сократить время ожидания гражданами медпомощи. На сегодняшний день в регионе активно разворачивает и дополнительный коечный фонд. На сегодняшний день у нас в области развернуто 5521 койка, из которых 1798 были развернуты в течение последних трех недель. 770 коек будут подготовлены в течение ближайших четырех недель, из которых 550 в течение ближайших двух недель. В регионе готовят центр реабилитации для людей с вне больничной пневмонией на базе санатория Можайский, который входит в ведение больницы имени Середавина. Туда поступят жители региона, прошедшие первый курс лечения в стационарах, если у них наблюдается положительная динамика. Такой подход применят в области впервые. Вакцинация от гриппа и ОРВИ также находится на контроле Оперштаба. В регион уже поступила вторая партия вакцины от гриппа и для взрослых, и для детей. Оперштаб проработает инициативу Роспотребнадзора перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Предлагаю по вопросу перевода на дистанционную принятие решений уже не рекомендательного, а указательного. Может быть с определенными квотами, как есть по другим регионам, на следующем штабе решение принято. Нарушителей масочного режима будут по-прежнему привлекать к ответственности. На данный момент сумма штрафов, собранных за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, более 4,5 миллионов рублей. Светлана Кудрявцева. События. По состоянию на 20 октября батареи стали горячими в 99,5% жилых зданий Самары. Еще 34 дома подключат сегодня, остальные в ближайшие дни, когда закончат восстановление порывов на внутриквартальных сетях. Все объекты социальной сферы, больницы, поликлиники, учреждения опеки и попечительства, школы и детские сады полностью обеспечены теплом. Напомню, в этом году обогревать здания начали раньше, чем положено по климатическим нормам, до начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. Уже неделю работает горячая линия по вопросам отопления. Решены проблемы треть обратившихся. Все поступившие заявки будут находиться на контроле городских властей до полного исполнения. В основном вопросы связаны с регулировкой отдельных стояков отопления в квартирах. Плавным режимом 22 сентября начали включать социалку, школы, детские сады, больницы. Потом по заявкам МКД и управляющих компаний включали дома до официального публикования распоряжения включения. Она дала этот результат, что на 20 число мы констатируем это. В Самаре завершили работу конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность глав внутригородских районов. Сегодня списки претендентов на должность глав Кировского, Промышленного и Красноглинского районов направлены на рассмотрение в райсоветы. Документы на конкурс они могли подать до 12 октября. На заседании, которое состоялось в здании городской думы, прошли встречи с кандидатами. Комиссии работают в составе по 20 человек. 10 из них назначает Совет депутатов каждого района, еще 10 – глава города. Встречи с кандидатами проводятся в формате индивидуальных собеседований. Из представленного списка отбираются не менее двух человек. Согласно уставу, имена направляются для утверждения в районные представительные собрания. Напомню, что все главы районов сложили свои полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами. Забот у главы непосредственно районов их очень много. И человек, который должен быть претендовать на этот пост, он должен на самом деле быть ориентированный во всех сферах нашей жизни. И образование, и медицина, и обучение, и то, что находится в районе, и введение непосредственно финансовой документации. То есть это человек, который должен обладать очень многими познаниями во всех сферах. В Самаре на городских очистных сооружениях появится ультрафиолетовая станция обеззараживания воды, которую сбрасывают в Волгу. Возводят ее по нацпроекту «Экология». Она заменит действующую станцию очищения хлороактивными элементами. Этот способ стал технически устаревшим. Ультрафиолет же будет делать воду гораздо чище. На стройплощадке побывал Андрей Горгуленко. Новый виток для сточных вод. Совсем скоро они после очистки и перед сбросом в Волгу будут заходить на ультрафиолетовую станцию обеззараживания. Строительство которой подходит к концу. Сейчас подрядчики возвели фундамент самой станции. Подготовили место, где будет располагаться оборудование. Заканчивают и монтаж бетонных каналов повышенной прочности для сточных вод. Толщина стен здесь от 60 до 70 сантиметров. Это нужно, чтобы постоянный поток воды не размыл их. Бетон с специальными добавками, которые опять же заложены проектом, мы все делаем по проекту. Это особо емкие работы, которые на этом, на всем будет стоять вся станция. На этом она будет держаться. И через нее будет проходить очищенная вода. Новая ультрафиолетовая станция обеззараживания сделает сбрасываемую воду в Волгу еще чище. Это также позволит полностью исключить из процесса очистку воды хлороактивными элементами, которые в большом количестве имеют влияние на флору реки. Пропускная способность городских очистных сооружений, которые собирают стохи со всего города, не изменится. Больше 35 тысяч кубометров воды в час с возможностью увеличения до 52 тысяч кубометров. Все работы выполняют в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по национальному проекту «Экология» на федеральные, областные и городские средства. Работа продолжается. Я думаю, что та задача, которая стоит, поставленная губернатором и президентом Российской Федерации по реализации этого национального проекта по городу Самаре, будет выполнена. Работы по строительству станции начались в середине мая этого года. Основной объем уже выполнен. На следующей неделе подрядчики приступят к монтажу основного оборудования. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Самарская область выделит 141,5 миллиона рублей на развитие культуры. Деньги поступят в регион уже в текущем году. Это и другие темы в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Самарская область получит более 140 миллионов рублей на поддержку культуры. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам по соответствующему нацпроекту. Всего в регионы направят около 1 миллиарда рублей на различные цели, в том числе на ремонт, реконструкцию и переоборудование учреждений культуры. Золото в России занимает шестое место по популярности в качестве ценного актива. В него вложились лишь 16% отечественных розничных инвесторов, сообщается в исследовании Всемирного совета по золоту. Главный барьер для роста инвестиций в золото в нашей стране – низкая доступность и высокий налог на добавленную стоимость. НДС на золотые слитки – 20%. Это самая большая ставка в мире. Наиболее востребованными у инвесторов остаются сберегательные счета, иностранная валюта, недвижимость, страхование жизни и криптовалюта. Согласно летнему прогнозу Goldman Sachs, цены на золото за ближайший год вырастут до 2300 долларов за унцию, пока они в районе 1900 долларов. Резких скачков в цене не наблюдаются, рассказывают эксперты. Золото находится в таком боковом движении, чуть вверх, чуть вниз. Какого-то ярко выраженного движения мы не видим. Но тоже вполне вероятно, что это лишь временное успокоение, и золото вполне может снова двинуться вверх. А вот официальный курс доллара пока еле заметно движется вниз. На 21 октября регулятор оценивает его в 77 рублей 78 копеек. Американская валюта потеряла 15 копеек. Европейская валюта прибавила 25 копеек и составляет 91 рубль 56 копеек. Нефть марки Brent на 13 часов 20 октября 42 доллара 50 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре продолжается комплексное обновление улицы Ленинской. Хорошая погода позволяет подрядчикам трудиться с опережением графика. Так участок от дома номер один до перекрестка с улицей Венцека приводят в порядок раньше запланированного. Об этом расскажет мэрия Елчан. Андрей Арефьев живет в доме по улице Ленинская 15 больше 20 лет. С тех пор на этом участке не видел ни одного ремонта тротуаров. Рассказывает, раньше жителям приходилось преодолевать путь с препятствиями, потому что тротуары были разрушены и в дождь оказывались буквально под водой. Но теперь, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пешеходные дорожки приводят в порядок. С благодарностью хоть наконец вспомнили о нашем закутке и начали какие-то ремонты проводить. Сейчас вот и плитку кладут, ну хоть вид какой-то появляется по улице. Ну делают вроде качественно, добротно все. Ремонт пешеходных дорожек по улице Ленинской на участке от дома номер один до перекрестка с улицы Венцика должны были начать в следующем году. Но приступили к обновлению уже сейчас, поскольку погода благоволит и подрядчик идет с опережением графика. Тротуар укладывают плиткой. Она не только эстетично выглядит, но и удобно в эксплуатации. При необходимости ее можно будет оперативно заменить. По состоянию на 20 октября уже выполнены работы по установке дорожного борта в количестве 40 метров в погонах и 65. Тротуарного борта установлено 120 метров в погонах и 185. Плиточное покрытие уложено на площади 200 метров квадратных и 700. Помимо этого вдоль домов делают бетонную отмостку, выполняющую функцию гидроизоляции. Так что фундамент в сырую погоду будет защищен. Все этапы работ контролируют представители МБУ «Дорожное хозяйство» под ведомственное учреждение Департамента городского хозяйства. Смотрят толщину слоев щебня и песка. По завершению работ составляется исполнительная схема. По которой куратор проверяет объемы, чтобы все соответствовало требованиям муниципального контракта. Кроме того, за тем, как выполняется ремонт тротуаров, следит руководство подрядной организации. Все договорные обязательства согласно договору мы выполняем. В рамках комплексного ремонта данного участка гарантия на покрытие представляет 5 лет. Работы на этом участке должны завершить через неделю. Дальнейшим обновлением других прилегающих к проезжей части территорий, а также ремонтом непосредственно автодороги, займутся уже в следующем году. По нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги преобразится участок от Чкалова до Ленинской-1. Отрезок в границах улиц Чкалова и Полевой уже полностью готов. Ранее состоялась приемка работ по ремонту и комплексному благоустройству на средства нацпроекта. Мэр Елчан, Николай Сидоров, События. Свежесть продуктов и качество блюд в самарских школах проверили общественники. Напомню, с 1 сентября учащиеся начальных классов региона питаются бесплатно. В нашей губернии это 143 тысячи детей. В Министерстве образования и науки области регулярно следят за качеством оказываемой услуги. Вместе с представителями власти завтрак в 168-й школе Самары оценила Ольга Павлова. Здоровое горячее питание для учеников младших классов стало более качественным, а самое главное бесплатным. Первоклассник Дмитрий Абалмазов завтракает с удовольствием. Сегодня в школьном меню его любимое картофельное пюре и жареная рыба с овощами. Еда каждый день разная, рассказывает Дима, но всегда теплая и вкусная. У нас были пельмени, омлет. Омлет мне нравится. Яблоки мне нравится брать и есть их. А похоже это на то, что мама дома готовит? Да, все похоже. Бесплатным горячим питанием с 1 сентября этого года обеспечили все начальные классы региона. Всего 677 школ Самарской области. На эти цели из федерального и областного бюджетов направили 622 миллиона рублей. Стандарты оказания услуги были согласованы и утверждены региональным Роспотребнадзором. Двухнедельное цикличное меню размещено на сайте каждого учебного заведения. Это примерное меню, которое может меняться в том или ином образовательном учреждении. Оно ориентировано на нормы питания, рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации Самарской области. И основывается на принципах здорового питания. Насколько качественно готовится и подается еда в школах региона, регулярно проверяют в Министерстве образования и науки Самарской области. В 168-ю Самарскую школу с проверкой нагрянули еще в сентябре, после многочисленных жалоб школьников и родителей. Пища подавалась холодной, из-за чего дети часто оставались голодными, а еда выбрасывалась. За месяц в образовательном учреждении устранили все недочеты. Я сама неоднократно приходила несколько раз в месяц и проверяю, что за питание дают нашим детям, какое оно. Не только же должен Роспотребнадзор правильно за этим следить за организацией школьного питания, но и мы, мамочки с родительского комитета, тоже проверяем. Питание теплое. Для меня важно, чтобы питание было теплое, не холодное. До завершения этого года в областном Минобразовании разработают дополнительную региональную программу организации горячего питания в школах губернии. К работе, как и прежде, подключат общественную палату, представители ОНФ и родителей. Проверять будут все, от закупки продуктов до правильно накрытых столов. В настоящее время в Самарской области действует горячая линия для получения обратной связи. Озвучить свои пожелания по улучшению качества питания можно по телефону 333-50-01, а 17 сентября через госуслуги. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре готовится к юбилейному 20-му фестивалю классического балета имени Аллы Шелест. С 21 по 30 октября на сцене Самарского театра оперы и балета будут выступать артисты ведущих театров России. Чем в этом году будут удивлять самарцев, узнали наши корреспонденты. Ее называли мастером преображения. Властная, коварная, обольстительная на сцене и скромная тихая в жизни. За пару часов, проведенных в гримерке, она превращалась в другого человека, рассказывают современники, примы-балерины Мариинского театра Аллы Шелест. Звездой советского балета она стала не сразу. Долгое время девушке везло лишь на роли второго плана. Одной из звездных ролей стала Игина в спектакле «Спартак» Леонида Якобсона. В 70-х Алла была главным балетмейстером Куйбышевского театра, на сцене которого поставила «Жизель» и «Лебединое озеро». Вернувшись в город на Неве, она оставила после себя сильную школу, вспоминает Светлана Хумарьян, которая придумала и воплотила в жизнь фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, который получил всенародную известность и любовь. Репертуар мы выбирали сами, поскольку одна программа у нас называется «Советский балет», а вторая – «Русский балет». Мы уже здесь им предлагали конкретно, что бы нам хотелось. Они с удовольствием откликаются, потому что они уже привыкли работать с нами. На время фестиваля в Самару съезжаются артисты ведущих классических школ России. Они выступают на одной сцене с самарцами. Первый фестиваль прошел 26 лет назад. На нем присутствовала и сама Алла Шелест. Несколько лет фестиваль не проводили из-за ремонта оперного театра. В этом году у фестиваля юбилей. Он пройдет в 20-й раз. Несмотря на сложнейшие условия этого года, но вы понимаете, о чем я говорю, нам все-таки удалось дойти до фестиваля. Буквально через день он начнется. Безусловно, театр предпринял все необходимые меры, предпринимает для того, чтобы и зрители, и артисты могли безопасно во время фестиваля находиться на сцене и в зале, соответственно. Все меры безопасности, предусмотренные сегодня Роспотребнадзором, соблюдаются в театре. Именно благодаря этому фестиваль, несмотря ни на что, состоится. Эпид-обстановка в стране и регионе все же повлияла на организацию фестиваля. Так, например, живого звука в этом году на постановках не будет. Оркестр заранее позаботился о записи фонограммы. Но главное – праздник балета все-таки состоится. Откроет его серия премьер с 21 октября по 23. 24 и 25 октября зрителям покажут полюбившуюся им в прошлом году постановку «Бахчисарейский фонтан», а закроют фестиваль шедевры советского балета. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В Самаре развивается событийный туризм. Одним из главных проектов, который посвящен памяти подвигов куйбышевцев, стал проект «Запасная столица». Подробности расскажет Мария Левина. Юлий Вайценфельд, майор в отставке. Армию он отдал более 30 лет своей жизни. По долгу службы приходилось бывать и в Средней Азии, и в Забайкалье. А в 80-е его направили в Куйбышев. Тогда, рассказывает майор, приехать сюда было большой честью. В городе оставалась атмосфера запасной столицы. И сохранилась память о знаменитом параде, который прошел на площади 7 ноября 1941 года. Он создавал о себе хорошее впечатление, потому что это был до того закрытый город. Он же был закрытый город. Это во-первых. А во-вторых, мы знали одно, и я знал одно, что все для фронта, все для тыла, все ковало здесь. Оружие, боеприпасы. Сохранить память о героических подвигах жителей военного Куйбышева призван проект событийного туризма «Запасная столица». По планам в программе проекта концерты с исполнением 7-й симфонии Шостаковича, экскурсии по знаковым местам города трудовой доблести, автопробег. А также визит дипломатов из 22 стран, представители которых присутствовали на параде памяти в 41-м. Прошло 80 лет, и город, конечно, расцвел. Город показывает пример, как можно развиваться. Хотя, я говорю, 41-й год был, конечно, очень жестоким, трудным. Когда население города увеличилось почти в два раза, и мы все понимаем, какие заботы упали на руководство Куйбышева 41-го года. Но наши земляки все героически выдержали, показали пример, и мы продолжаем развивать эти добрые традиции. Проект планируют реализовать в 2021 году при поддержке администрации Самары. Участие в нем принимают практически все городские музеи. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Духовное торжество в поселке Волжске и в старинный храм Рождества Христова доставили икону с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Прихожане с особым почитанием относятся к этой святой, веря, что ее помощь помогает в возрождении храма. В числе паломников там побывал Олег Зверев. В 99-м году мы решили в нашем храме, на стене нашего храма, написать образ Матроны Московской, который находится. С тех пор, как на стеной росписи появился образ Блаженной Матроны, прихожане считают, что храм находится под особой молитвенной защитой святой старицы. И вот сегодня в церковь привезли икону с частицей мощей Матроны. Храм Рождества Христова в поселке Волжске стоит возле дороги из Самары в аэропорт. В эти дни каждый путник может зайти, чтобы приобщиться к благодати. Матрона Московская. Люди, когда прибегают к ней в молитвах, эти молитвы все слышны. Она является практически нашей современницей. Потому что, когда говорят о святых людях, у людей сразу мнение такое, что это было тысячу лет назад, две тысячи лет назад. Она наша современница. То есть она жила вот прям практически не так давно. Матрона Никонова так звали в миру незрячую девочку, которая родилась в селе Себино под Тулой. Согласно жизнеописанию, чудесные явления сопровождали ее еще в детстве. Остав взрослой, Матрона переехала в Москву, жила где придется и много молилась. Ее народное почитание началось еще при жизни, а после канонизации миллионы паломников приезжают, чтобы поклониться мощам. Частица теперь есть и в этом храме. Икону Матроны Московской привозят в храм раз в году из соседней епархии. Это уже стало доброй традицией. В этом году святыня будет находиться здесь до конца октября. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Сегодня не стало героем Советского Союза Владимира Чудайкина. Ему было 95 лет. Соболезнование семье выразил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что ни одно значимое событие региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, не обходилось без участия Владимира Ивановича. Он был дорогим и желанным гостем на праздниках. Всегда с жаром рассказывал, какими были годы войны и какой ценой была завоевана Великая Победа. Он был не только великим гражданином, но и верным другом, наставником, мужем, отцом, дедом и прадедом. Еще одна утрата ушел из жизни актер Самарского академического театра драмы Валерий Мелешин. Два года до февраля 20-го он исполнял обязанности руководителя театра. Многое сделал для привлечения зрителей. Полностью посвятил себя искусству. Валерий Сергеевич Мелешин скончался на 70-м году жизни. Коллектив телеканала «Самара Гиз» скорбит вместе с коллегами, родными и близкими. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!